Я бесплатно задам первый вопрос. Постоянно спрашивают, а искусственные интеллекты будут добрыми или злыми? Вот интересный вопрос, хотите ответ? Мы сейчас долистаем до вот этого момента. Добрыми и злыми нас делает вот эта часть мозга. Тут есть всякие штуки, которые взаимодействуют с нашей лимбической системой, которые взаимодействуют с нашей гормональной системой и делают нас добрыми и злыми. Наш неокортекс решает всякие задачи поиска паттернов, оптимизации и всего прочего. Мы сможем сделать искусственный интеллект, который будет добрым или злым и сможем сделать искусственный интеллект, который не будет добрым или злым. Он будет накапливать опыт, но у него не будет адреналина и всего вокруг этого законы робототехники и являются класснейшим сюжетом для фэнтези но нейронная сеть не может понять как работает нейронная сеть определить и законы робототехники нереализуемы они клевые веселые нереализуемы то есть нам нужно будет как-то решить это без вот этого просто чем выше мы идем по этим своем тем более абстрактные штуки вот это добро и зло допустим да а вот это конкретные поступки там пнуть котенка погладить котенка а вот это движение руками и на уровне движения руками непонятно мы сейчас пьем пинаем котенка гладим потому что вот эти нейроны говорят мышцы с 17 по 18 двигайтесь то есть это очень низко уровне поведения а пнуть котенка или погладить котенка возникает сильно далеко вверху и мы не можем сделать нейронную сеть задавки вот эти штуки а дальше говорить теперь как-нибудь обучить чтоб работала то есть мы говорим привет нейронная сеть ты пуста обучись она обучается что-то происходит правда и все ученые занимающиеся нейронными сетями признают это мы плохо понимаем что и как там происходит все происходит странно то есть все процессы происходящие достаточно просты а сложное высокоуровневое поведение из больших сложных нейронных сетей обычно назад уже не вытаскивается непонятно как написать программу которая будет делать то же самое и непонятно как это как редактировать какой-нибудь внедрить нейронную сеть можно непонятно как это будет работать непонятно непонятно сработает ли это ему нельзя было причинять вред либо задерживать глав корпорации а поскольку мы знаем что обладают ресурсами сейчас сильные мира сегодня у них в принципе совершится этот прорыв да они возможно вот там тоже google может создать там еще какие-нибудь корпорации полный контроль над искусственным интеллектом будет только в компании смотри можно создать этот догмат они смогут получается либо закрепить догмат либо же установить аварийную какую-то отключающую непонятно как сделать этот догмат необходимым ну вот смотри допустим вот это этот догмат да я искусственная сеть я я обучаюсь я беру и вот в этот угол обучаюсь и делаю себе тут новые идеи я я то не ломаю я просто делаю новые идеи которые ну так же важны как те сложно все за уравновесить и вот этот принцип не умешает убивать людей а вот тут я пришел к новой интересной идее она выводится из того же низкого уровня сгладинья котенка по которой нужно убить всех людей для всеобщего блага ну да на благо человечества google google честно признается что мы сейчас не являемся искусственным интеллектом и хотим им являться в будущем в основном поисковые системы если совсем на пальцах работают на более простых штуках чем нейронные сети вот красным буду рисовать черным хорошо буду черным рисовать и рисует смотри представь что это н мерное пространство я рисую два измерения ты умеешь представь что есть некий вектор да вот этот вектор это как у какой-нибудь конкретное слово но только это энмерный вектор но там три тысячи пять тысяч и теперь у нас тут есть много слов да у них разные векторы если два слова имеют похожие векторы в этом многомерном пространстве то они скорее всего являются синонимами если мы ну это одном этом если эти векторы одинаковые то это одно и то же слово по определению нашему если векторы допустим в каком-то из измерений выглядит вот так то это могут быть антонимы поисковые алгоритмы используют векторное представление слов для того чтобы сравнивать числа с числами и искать похожие слова с похожими словами и они не используют нейронных сетей напрямую потому что дальше там все сложно а решение с векторами очень изящно каждому слову выражается неким большим вектором с большим количеством значений многомерным пространством может быть что в какой-то момент времени вообще занятия исследованиями области искусственного интеллекта ставим политическим решением это весьма вероятно и сейчас есть даже ряд ученых которые высказываются за то что мы должны по крайней мере приостановить исследования в области искусственного интеллекта по крайней мере пока не придумаем как их продолжить дальше безопасно в том числе стивен хокинг выражается за эту идею что давайте не гнать коней ребята постойте воу-воу-воу-воу парни вот и я считаю что не надо исследовать очень полезная штука вот но они тоже правы нужно быть осторожнее и возможно как случае с клонированием человека мирным атомом и всем прочим скорее всего в такую штуку очень скоро вмешается политика но я не занимаюсь политикой ряд ученых тоже высказывает эту идею о том что нужно приостановить изучение я смогу ответить на твой вопрос если ты мне ответишь на другое представь что нас вообще нет есть искусственный интеллект один искусственный интеллект два если они могут между собой подружиться то неважно будем мы кибергами или нет мы тоже сможем с кем-то из них подружиться а может быть нет то есть мне кажется что неважно из чего мы сделаны не наши кости не наша плоть приведет к причинам всех аварий а не ассимиляции я считаю просто какому мы нужны я надеюсь на ассимиляцию но я не вижу ни одной причины которая гарантировала бы ее я знаю еще более точный вопрос ай представим что сам проявляется искусственный интеллект и каждому приходит смс о том что ребята ну давайте мы переместим ваше ну я примечу ваше сознание ну не в себя а в дополнительные машины мы все будем дружить сливаться в экстазе и так далее и веселиться такими же замечательными умными как я гениями ну то есть мы сможем его догнать согласишься с этим да о я нет потому что я в это время в это время буду большие плакаты рисовать ребята все скорее давайте давайте соглашаемся то есть если я соглашусь то вдруг кто-то передумает там еще буча какая-то начнется если кроме шуток я считаю что сюжет фильма матрица это один из очень гуманных способов с точки зрения искусственного интеллекта обращаться с человечеством то есть люди уничтожили экосистему на планете тогда искусственный интеллект решишь что надо спасать людей аккуратно всех упаковал и кормит поэт так они первые начали уже но в аниматриксе немножечко развивается да отдельная лекция 15 минут про аниматрису давайте да кстати вспомни как они приручали его там вот этого да на всякий случай предлагают тебе нужно сменить фамилию на конор саша конор подожди сейчас я расскажу чем мы занимаемся давайте еще вопрос я чувствую я чувствую я чувствую последнего спрашивающего что они не могут в лабиринте найти быстро еду это неправда собственно говоря в результате черепахи в одном из экспериментов они в четырех тупиковом лабиринте они смогли за пять по-моему дней в меньших расстояниях с 35 минут до кормушки от 35 секунд все другие животные тоже умеют обучаться если у них есть нейроны они в состоянии тут же тут же взять и такой ага я только что там нашел давай у них все это медленно сложнее допустим просто черепахи это отдельные весьма умные рептилии есть допустим осьминоги которые родственники весьма примитивных парней но сами по себе осьминоги офигенные они сложные умные у них сложное поведение этих штук но они все еще не способны к построению сложных абстракций то есть им просто не повезло с веткой эволюции не там отделились а тем повезло знаем ли мы о том могут строить ли они абстракции они не умеют решать такие же задачи которые умеют решать это путем эксперимента нео ты учил физику в матрице физики не существует ну что спасибо большое спасибо 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 спасибо